Чем полезен цинк? Вот-вот такими свойствами обладает цинк, помогает нормальной работе наших глаз, участвует в выработке половых гормонов. Не допускает нервных перегрузок, участвует в соединении белков, благодаря цинку улучшаются наши вкусовые качества и обоняние. Участвует в производстве серотонина, и тем самым улучшая настроение, помогает обмену веществ, впитает наш мозг при недостатке. Цинка ухудшается память, кроме того, цинк принимает участие в превращении белков, жиров и углеводов в калории. Он помогает усваиваться витамин А. Цинк нужен для поднятия иммунитета, физического, полового и интеллектуального развития человека. Цинк участвует в формировании костей. Кости формируются не только у детей, взрослым тоже нужно восстановление скелета. Цинк необходим людям в возрасте, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт. Он защищает мозг, не допускает повреждений кровеносных капилляров. Старческий маразм и забывчивость лечатся цинком. После лечения к таким людям возвращается память. Уже многие врачи пришли к выводу, что шизофрения – болезнь из-за недостатка цинка, марганца и витамина В6. Если у женщины в организме в достаточном количестве цинк, она переносит легко наступление менструаций. Цинк полезен людям с сахарным диабетом, поскольку регулирует сахар в крови и является участником выработки инсулина. Вред цинка цинк в виде металла не вреден для человека. Вредны соединения цинка с другими элементами, особенно фосфиль цинка, который применяют для уничтожения мышей и крыс. Для здоровья человека вредна оцинкованная посуда, миски, ведра. Переизбыток цинка в организме вреден так же, как и недостаток его. Если цинка в избытке, он мешает усваиваться железу и меди. Этот диагноз подтверждается, если поджелудочное железо и печень хуже работают, чем раньше понизился иммунитет, появилась тошнота. Из продуктов питания организм не может взять больше цинка, чем ему нужно. Переизбыток возможен только при неправильном использовании препаратов цинка. Так же отравление цинком может произойти, если пить воду, долго стоявшую в оцинкованном ведре, или готовить пищу в такой посуде. Роль цинка в организме употребляя еду, богатую цинком, вы помогаете организму бороться с вредными бактериями, вирусами, повышаете иммунитет организма. Цинк необходим спортсменам для наращивания мышечной массы. Цинк нужен беременным женщинам, особенно если должен родиться мальчик. В первые три месяца развивается плацента и у плода формируются половые органы. Цинк нужен мальчикам в период полового созревания. Он отвечает за вырабатывание в организме тестостерона, мужского гормона. В организме молодого мужчины содержится больше двух грамм цинка и в основном в яичках. Недостаток цинка сказывается на половой потенции. В зрелом возрасте недостаток цинка ведет к таким заболеваниям, как импотенция и простатит, воспаление предстательной железы. От цинка зависит половое влечение женщины, с его помощью вырабатывается смазка, так необходимая во время полового акта. Суточная норма цинка для женщин, мужчин и детей. Суточная норма цинка зависит от возраста человека и некоторых особенностей организма. Она составляет такое количество. Детям от рождения до 13 лет требуется 2-8 мг цинка и от ростка 9-11 мг. Взрослым мужчинам и женщинам 15 мг в сутки, но если в организме есть какое-нибудь заболевание или человек интенсивно занимается спортом, то норма увеличивается до 25 мг в сутки, для беременной женщины 18 мг в сутки, кормящей мамой 19 мг в сутки. Цинк нужно пополнять каждый день, так как он ежедневно уходит из нашего организма, через кишечник около 90% и с мочой потом. Значительная часть цинка у мужчин уходит при семи извержении. Симптомы и признаки недостатка цинка у мужчин, женщин и детей. Недостаток цинка в организме у детей замедленное общее развитие ребенка позднее, половое созревание симптомы недостатка. Цинка в организме у взрослых и детей следующий – частые простудные заболевания, сухость кожи лица и тела, угревая сыпь. Часто меняется настроение, выпадение волос, раны плохо заживают, снижение аппетита, ухудшение зрения и импотенция. У мужчин головокружение и шум в ушах, потери памяти, повышение холестерина в крови, если длительное время не хватает. В организме цинка, то в дальнейшем могут развиться такие заболевания – атеросклероз, эпилепсия, ракцироз печени. Если у вас на ногтях появляются белые пятна, они стали хрупкие и ломаются – это недостаток цинка в организме. Недостаток цинка ведет к таким заболеваниям глаз, как блефорит, воспаление век, катаракта, помутрение хрусталика. Недостаток цинка у детей чаще всего бывает причиной позднего полового созревания, недостаточного развития яичек и пениса. Недостаток цинка у мужчин может стать причиной импотенции. Недостаток цинка у женщин иногда является причиной бесплодия. Недостаток цинка у беременных женщин грозит им кровотечениями и выкидышем. Причина нехватки цинка у мужчин, женщин, детей. С возрастом цинк из натуральных продуктов усваивается меньше. К тому же цинку мешают усваиваться спиртные напитки, курение, кофе и чай, медикаменты, инфекционные заболевания. Недостаток цинка в организме может произойти из-за употребления лекарств, мочегонного действия, питания, растительной и углеводной пищей. Цинка не хватает во время и после перенесенной болезни желудка или кишечника. Женщине грозит недостаток цинка во время беременности и кормления малыша грудью. Цинк избыток – симптомы, признаки, причины. Злоупотребление витаминами с цинком приводит к переизбытку цинка в организме. Это могут быть такие симптомы – головная боль, тошнота, проблемы с пищеварением, выпадают волосы, слоятся ногти. Ухудшение работы печени, ослаблен иммунитет, цинк для кожи лица. Цинк в организме необходим для того, чтобы вовремя обновлять отмершие клетки кожи. Если в вашем организме цинка достаточно, уменьшается аллергия кожи, уменьшается сухость кожи лица, проходит угревая сыпь. Уходят ранние морщины на лице, быстрее заживают небольшие ранки и трещины. Цинк добавляют в различные кремы, которые помогают регулировать жирность кожи. В сторону уменьшения заживлять язвочки на губах уменьшат воспаленность кожи лица. Цинк для волос Волосам тоже необходим цинк. При недостатке его волосы перестают нормально расти и теряют блеск, становятся тусклыми, жесткими, ломкими и выпадают. Чтобы волосы снова приобрели былой блеск и шелковистость, нужно принимать витамины А, С, Ф, Е, В, 5, В, 6 и микроэлементы цинк, селен. Чтобы не принимать каждый витамин по отдельности, на фармацевтических предприятиях выпускают комбинированные средства и витамины. Центром алфавит, биоритм, мультифорт, витром бьюти, витамины с цинком для женщин и мужчин. Витамины с магнем и цинком улучшают деление клеток и обмен белков, водный баланс, работу мышц и нервов. Также витамины укрепляют иммунитет, регулируют артериальное давление. К ним относятся, мультитапс, магнези, B6, олиговид, витокап, витамины с медью и цинком приводят жировой обмен. Организма на нормальный уровень, алтимейт, мэйвит, мультитапс, актив, супрадин, витамин С и цинк, очень распространенный витамин. Его часто выписывают врачи, для повышения иммунитета осенью и зимой, во время частых явлений простуды и вирусов гриппа и валар. Цинк и витамин С, черника, форти с витаминами и цинком Деппельгерц, актив, зинк, лозенч, постилки, дубис, витамин. Б6 и цинк – комплекс витаминов для обмена белков, жиров и углеводов, а также для лечения сахарного диабета и ожирения. Витамин В6 действует успокаивающе на нервную систему. Это следующее средство – Деппельгерц, актив, стрестапс, магнези В6, пренамин, центром витамин Д и цинк. Средство уменьшает выделение сальных желез, защищает печень от токсинов, укрепляет иммунитет, заживляет раны, супрадин, матерна. Пригнаки от джунгля витамины с серой и цинком для женщин после родов. Средство помогает заживлению тканей при введении в порядок гормонального фона, тела и волос, лучшему обмену веществ. Это препарат Нутрикап, витамины с цинком специально для мужчин. Недостаток цинка в мужском организме может обернуться половыми расстройствами. Прием витаминов с цинком для мальчиков и мужчин предотвращает в дальнейшем такое заболевание, как простатит, а затем и рак простаты. В организме мужчины цинк поддерживает тестостерон в норме, обеспечивает качественную сперму. Препараты для мужчин Цинкедуавит, цинктерала, алфавит, центрум витамины с цинком специально для женщин. Помогают сохранить молодость, улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей, повысить иммунитет, вывести токсины. А свойство цинка повышать обмен веществ, если соблюдать диетическое питание, поможет похудеть. Витамины для женщин Алфавит Косметик Комплевит Сияние Мультитап С Витрум Бьюти Дуавит Витамины с цинком Можно купить в аптеке и заказать на сайте ЕР по этой ссылке. Мультивитамины с цинком По этой ссылке примечание Нельзя принимать витамины с цинком, если у вас была раньше аллергия на цинк. Важно! Нельзя принимать витамины с цинком вместе с антибиотиками, промежуток должен быть 2 часа и больше. Важно! Витамины с цинком нельзя принимать вместе с молочными продуктами. Важно! Самолечение средствами с цинком опасно для здоровья. Принимать только по назначению врача. Витамины с цинком для детей Чтобы нормально расти и развиваться, детям с 4-х летнего возраста педиатрами разрешается назначать витамины с цинком. Кроме поднятия иммунитета, улучшения зрения кожи и волос, регуляции обменного процесса, цинк повышает умственные способности и Физическое развитие у детей Препараты для детей Витрум, Витажу и Ки Мультитапс для детей Витамишки Витамин Е плюс цинк Эти препараты назначают детям, которые медленно растут и отстали в развитии от своих сверстников. Каменное масло с цинком и витамином Е поливит центром алфавит дуавит цинк в продуктах питания Больше всего цинка в устрицах и дрожжах для выпечки, а совсем мало в овощах, зеленый лук, цветная капуста и брокколи, редис, маковь, а также во фруктах, вишни, грушах, яблоках. Цинк полезен для нашего организма, особенно во время болезни и после нее, но его нельзя принимать бесконтрольно. Если вы заметили симптомы нехватки цинка у себя, нужно обратиться к врачу и он припишет витамины с цинком и другими минералами.